Продолжение следует... Я с удовольствием представляю, и мы будем сегодня говорить о фестивале авторской песни «Равноденствие». И Татьяна Пронько – это лидер всей группы или вот этого именно фестиваля? Творческого объединения «Равноденствие», и мы являемся организаторами фестиваля. И с удовольствием представляю еще Алису Селезневу. Это автор, ну и исполнитель своих собственных песен. Я правильно поняла, Алиса? Да, правильно. Ну что ж, Алиса, давайте тогда, может быть, начнем с песни. Напиши про меня правой проводкой, оголенные становятся пальцы В этом жарком танце. Мне бы уйти из этого города напрямую, да в речку ко мне. Мне бы к тебе на поезд, трамвай, электричка, автобус, сорвутся с места. Мы же вместе. И в окно голубого неба сколки вытаскивать после из ребер. Этот способ, знаешь, не очень удобен. Забери меня из чужих ладоней, навстречу тебе моя нежность катится. По всей общаге наклеены панды, мы с тобой здесь еще не спали. Да и спать бы не стали. Мы бы слушали громких соседей, орущих матом ломающих стенки. А потом был вместе камнем в реку. На автобусе, электричке, на трамвай, в окно светофора. Я обожаю наши с тобой вечерние разговоры. Забери меня из чужой квартиры, сотри кровь с моего молодого лица. Забери меня из чужих ладоней, навстречу тебе моя нежность катится. Камнем раскаленным через поле, да в море. Камнем через горы, да через темный лес катится моя душа. На свидание не уйдешь из головы, раз ты туда в лес катится. Алиса, спасибо большое. Прямо вот бурные аплодисменты. Ну, наверное, слово Татьяне. Татьяна, расскажите об этом все-таки творческом объединении, равнодействии. Что вообще, ну я так понимаю, это студенческое направление или объединение? Да, это такое межвузовское студенческое объединение. Оно зародилось на базе ПГУ в 2011 году. Алина Зеленина, студентка филологического факультета на тот момент, она решила, что надо создать такой клуб авторской песни. Что чего-то не хватает, да? Да, она создала клуб авторской песни, и дальше это вот все переросло. Добавилось поэтическое течение, и вот появилась такая классификация, не знаю, творческое объединение. Дальше она решила, что я этого мало, и надо придумать свой фестиваль. На это ее еще сподвигла Наталья Леонидовна Анчукова, директор студенческого дворца культуры и директор городского клуба авторской песни. Вот. И Алиса, ой, Алина, вместе с Аней Путиной, они на тот момент придумали вот этот фестиваль равноденствия. Дальше уже я подключилась. Ну вот я посмотрела записи, да, то есть этот фестиваль такой немножко свободный. То есть аудитория там, ребята, я так поняла, что это вообще аудитория, где проходят лекции, да, вы там сидите кто на полу, кто, в общем-то, в кресле, и такая сцена чисто символическая, да, и вот ребята исполняют свои произведения. Или все-таки вы уже сейчас официально это во дворце молодежи? У нас во дворце, в студенческом дворце культуры это проходит, в ПГУ. Сам фестиваль, он проводится в малом зале и в большом зале, то есть в малом зале прослушивания участников. А вот это, скорее всего, малый зал, наверное, был тогда. Возможно, возможно, вы видели фотографии как раз у нас с другого проекта, общажный абордаж. Вот, и там мы ходили по общежитиям как раз, и там, где комната отдыха, где библиотека. И там звали просто жителей общак, и для них уже пели песни там, да. То есть ребята, в принципе, вот обмениваются своими такими творческими, скажем, не знаю. Вот всегда для меня была загадка, как вот люди придумывают песни, да. Вот, то есть я немножко тут копнулась в поэзию, да, и поняла, что мне очень нравится слушать стихи, когда люди читают, да. Вот, и когда перекладывают еще, скажем, на гитару, да, то это совсем по-другому звучат стихи. Ну, я воспитана Куджаве, то есть я очень много слушала Куджаву, у меня были пластинки. Вот, Алиса, тогда вопрос к тебе. Как ты начала сочинять вообще стихи, или сначала была музыка, потом стихи, или это все пришло два раза? Это все пришло одновременно. Вообще, начало моего творческого пути ознаменовалось тем, что я в очередной раз съездила на Эльменский фестиваль, который проводится в Челябинской области, в пригороде города Миас. Соответственно, это фестиваль самого главного барда. Как же у него фамилия? Арбинин? Олег Митяев. Вот, Олега Митяева. И, соответственно, в очередной раз, приехав с этого фестиваля домой, на меня нахлынуло, как говорят, вдохновение, и тогда я и написала свою самую первую песню. Это когда было еще раз? Это было лет пять назад, мне было тогда 15 лет. Соответственно, с этой первой песни я попыталась пройти на тот же самый Эльменский фестиваль, но в первый год ничего не получилось. Тогда я написала еще одну песню, и она как раз-таки смогла дать мне то, что мне и нужно было, а именно награду на Эльменском фестивале. Алиса Селезнева, милофон у вас. Псевдоним творческий я видел в ВКонтакте, да? Псевдоним творческий полностью звучит михилофонища. То есть это как раз... То есть вы издеваетесь на теме, кто издевается над вами? Да. За 20 лет очень надоедают шутки про милофон, и куда я его спрятала. Да, но для советского поколения это культовый фильм, а что делать? Придется терпеть вам, да. Вас тогда еще не было, мне кажется, когда фильм вышел. Да, меня тогда еще не было, но мои родители наградили меня великолепной библиотекой, и, соответственно, я прочитала всю серию книг про Алису Селезневу от Кира Балычева. Ну, кстати, о советской, постсоветской, точнее, поколении. Вот у нас, так же, как вы пел по рекреациям в общежитии Григорий Донской, и, как бы, вот, мне кажется, он единственный, кто вышел на московскую сцену, он проводит концерты в Москве часто, да, и так далее. У вас какие амбиции? Я возвращаю микрофон, Елене. В данный момент мне хотелось бы продолжить путешествие по разнообразным фестивалям, добиться каких-то определенных наград и высот, а после этого уже продвигаться в... не сказать, что по эстраде, а принести искусство в массы, скажем так. Это как, Алиса, вот немножко не поняла. То есть вы хотите... Ну, именно вот давать концерты, чтобы люди приходили и радовались. Ну, то есть прямо с большой сцены. Да, но не с коммерческой целью, а именно с целью дать что-то людям. Собирать стадионы, как раньше. Да. Прямо собирать стадионы. Ну, вот иной раз очень приятно бывает, когда вот летом, допустим, или вот скоро май будет, да, ты идешь и вот недалеко от Горьковского парка, допустим, да, вот эта аллея у нас, где ребята собираются и поют такие замечательные песни, там собираются целые толпы народу, все сидят, слушают эти песни. А вот так, Алиса, ты не хотела бы выступать? Ну, на самом деле, это несколько раз меня уже спасало, когда у меня не было денег, мне приходилось вот выходить на одну из этих аллей и собирать деньги. Это уже неплохой заработок получается. Ну, что ж, вернемся все равно к творческому объединению, равноденствию, да, фестиваль. Вот, Татьяна, тебе слово. Я прочитала, что у вас там будет гость Александр Константин Арбенин, да. Вот расскажите, как его удалось, скажем так, пригласить? Долго сопротивлялся? Да нет, даже не сопротивлялся. Мы списывались в контакте с его женой, то есть он сам не сидит в соцсетях. Появилась такая идея, мы как-то ездили в Ижевск на концерт группы ХБ, проект ХБ, и ехали в автобусе, я говорю, девочки, давайте пока подумаем, что мы хотим, кого хотим. Они такие, а давайте Константина Арбенина, мы такие, а давайте, всем скинули, послушайте, такие, а давайте, вот, и мы такие, о чем мы? Мы списались, позвали, он как бы согласился. И он не отказался приедем. Да, конечно. Еще раз тогда, Татьяна, давайте озвучим, когда будет этот фестиваль, где? Фестиваль проходит с 24 марта по 26 марта. Сам концерт Константина Арбенина будет 25 марта в 6 часов в Большом зале Студенческого дворца культуры. Это в ПГУ. Что еще будет на этом фестивале? На фестивале есть конкурсная линейка, это прослушивание 24 числа в Малом зале. Туда приглашаются все, кто пишет стихи, пишет песни, читает стихи, исполняет чужие песни. То есть, как-то себя творчески проявляет. Да. На прослушивание тоже приходят иногда зрители и слушают, просто кому интересно вот это молодежное, современное творчество. Что еще? Ну, это вот главное, да? То есть, будет, получается, три дня фестиваля. Да, три дня, во второй у нас гала-концерт, там выступают лауреаты фестиваля и Константин Арбенин. После чего у нас такой традиционный джемсейшн, это самая любимая часть моя, по крайней мере, фестиваля. Это когда можно выдохнуть, все уже основное прошло, и все просто тусят, общаются, пьют чай, печеньки и свободное, в общем, все, да. Ну, и я думаю, что Алиса не откажет нам еще исполнить какую-нибудь пьесу, песню. Я и пьесу могу? Ну, у меня, простите, такое образование все время пьесы. Ветер Несется бы дым с погорелого поля. Солнце захватывает плен мое алое сердце. Я пробовала быть послушной, да куда ж попрешь против своей воли. И теперь я качусь ко мне, пынерцы. Голыми ладонями дав океан собирать остывшие звезды с неба. Теплым зверем дав капкан на радость охотнику и его детям. Золотой ключик себе в карман голубям последнюю корку хлеба. Я выкинула сотню нотных листов, пытаясь найти хоть в одном ответы. Август Затягивал петлю на моей мягкой шее. Душно думать о главном хотя бы минуту. Слова невозможности жить рядом попадают по мне, как по центру мишени. Тебе на работу, мне на вокзал утром. Голыми ладонями дав океан собирать остывшие звезды с неба. Талым снегом да по спине трещин оставил на губах ветер. Тучка бросила свою скалу и ушли в море все пароходы. Я выкинула сотню нотных листов, пытаясь найти хоть в одном ответы. Голыми ладонями дал океан. Голыми ладонями дал океан. Голыми ладонями, голыми ладонями, голыми ладонями. Голыми ладонями дал океан. Голыми ладонями дал океан. Ой, прямо заслужилась, Алиса. Аж тишина такая. Ну что ж, огромное спасибо еще раз. Алиса, я хочу пожелать тебе прямо, чтобы мечты все сбылись. Чтобы на всех площадках, которых тебе хотелось, ты побывала и исполнила свою песню. В Олимпийском. Спасибо большое. Замечательно. Ну что ж, я еще раз хочу напомнить, что у нас были гости из творческого объединения равноденствия. Татьяна Прынько и Алиса Селезнева. Всего доброго. До свидания. Увидимся через несколько минут. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...